Тонио Тичинева презента Италия, дорога в красоту, на встречу с пэшн штучками Серия Вымол Возвращение Кто не смотрел полтора года назад, смотрим Ссылка сверху над видео И под видео А лучше заходите на страничку канала Подписывайтесь Жмите на колокольчик Поддержите меня Потому что видео про Италию будет очень много И про шопинг, конечно, в Италии Давайте любоваться вместе Мои любители прекрасного Приветствую вас на своем канале И мы с вами приехали В Орлет Вымол Под видео в комментариях Обязательно напишите Какая вещь вам понравилась больше всего В Гуччи мне понравилась эта сумочка А-ля косметичка на цепочке Много классики И классическая ситуация в Гуччи Это очередь Август Лето Феррагоста Все отдыхают И естественно Много ярких цветов А для любителей пафоса И гламуров Гуччи широко представлены Изделия из экзотической кожи Ремни В Орлетах Гуччи Бывает одна модель В пяти цветах Именно ремень Не называем его пояс А это мое пальто Стоило 400 Сейчас почти 700 Приятно, что я сэкономила Обычно в Гуччи Из одежды Можно найти что-то яркое Или на любителя А в этот раз Была одежда И на каждый день И даже база Для гардероба Ну и как же Без роскошных нарядов На выход А вот текстиля Было немного Обуви В черном цвете Было очень много Как раз на нашу Зиму и осень Смотрите Если для любителей Классики На шпильке Есть и для модных Девчонок Есть и на лето Но тоже в черном цвете Мы же любим черный цвет Ладно, шучу Мы любим и белые Кеды Сникеры Выбираем белые Более акцентная обувь А это, кстати Для парней Это Это И следующее Про них Про них я тоже Не забыла А это для модников Торчащие яркие носки Из обуви Новинка Кроме очереди Снаружи Нужно стоять Очередь внутри В обувь Я отстояла 30 минут Чтобы вам Все это показать Вы, мол, самый красивый Самый люксовый Здесь такая потрясающая природа Он не огорожен Вы можете посидеть с детишками Прогуляться Покушать Наслаждаться Красотой Тосканы За это Я и люблю его Да Марджила Этот бренд Конечно же Такой немножко Скандальный Не каждый Сможет Себе позволить Выйти Таби Бутс Это скандальная Можно сказать Обувь Многим она не нравится Но если вы Медийная личность И вам Надо блистать На экране Я считаю Почему нет Надо быть смелыми А у них есть Как вы видите Довольно-таки Классные Стильные вещи И конечно Не забываем Подписаться На канал Поход в Прадо Так же важен Как и в поход В Гуфи Смотрите Сейчас такое время Дизайнеры Меняются Чуть ли не каждый год Иногда и чаще Соответственно И бренд Меняется Вы можете Найти свою вещь В любом бренде Сейчас Не будьте Категоричными Заходите Посмотрите Ищите Свой клад Первая сумка С массивной Застежкой Напоминает Том Форд Его Вы еще Увидите Плетеная сумка Напоминает Ботегу Сейчас все Перемешалось Смотрите Какое Разнообразие Очень стильно Смотрится Плетение Арафия Как корзинка А клапан Выполнен Из кожи А это Знаменитый Нилон Прада Переходим К обуви Модные Этим летом Массивные Шлепки Я такие Не люблю Для меня Они грубоваты А вот Белые Кеды Сникеры Мне без них Не обойтись Я много Хожу Но Важный Совет Если У вас Узкая Нога Как у Меня То Не покупайте Тяжелую Обувь И обувь С прорезиненным Каучуковым Носом Она Будет Вам Натирать Подписывайтесь Лайкайте И Конечно Комментируйте Сумки Сумки Этого Бренда В сумме Покупают Чаще Всего Есть Еще Только Один Бренд В котором Покупают Сумки Так же Часто Как И В этом Но Он Следующий На Мой Взгляд Их Сумки Стали Более Благородные Надоели Их Знаковые Шипы Хотя Кожа Сейчас В основном Гладкая Это Для Бережливых Но Красивая Тапки Деда Даже Валентина Не обошел Этот Тренд Стороной Хотя Для Валентина На Мой Взгляд Вот Самый Женственный Что Не Может Не Радовать А Это Кстати Очень Удобная Обувь Она Представлена Вот По Мому В Двух Цветах Да Рыжий Черный И Зернистая Кожа Деревянный Каблук Это Очень Практично А Вот И Я Хороший И Немного Уставший Человечек Но Это Приятная Усталость Ведь Я В Такой Красоте А Вот Он Бренд Который В ЦУМе Продает Сумки Так Ж Часто Как И Валентина Сен Лоран Для Меня Он Останется Именно И Сен Лоран Навсегда У Этого Бренда Безумно Красивая Стильная Обувь Но Она Абсолютно Не Подходит Для Меня Скажите Вам Подходит Их Колодка Напишите Потому Что Основатель Компании Томас Бербери Маленькие Сумочки Это Просто Аксессуар Но Он Такой Стильный Присмотритесь К ним Покорил Мое Сердце Этот Олененок Хотя Я Люблю Медведей У них Они Тоже Есть Бренд 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 Конечно Не Забываю Показывать Вам Самую Знаковую Вещь Бренд Этот Тренч То С Чего Все И Начиналось Кстати Бушлаты И Пальто У них Тоже Очень Классные Это Их Базовый Спортивный Кардиган Но Из Новых Коллекциях Худи И Свитшоты У них Просто Потрясные Как же Тут Красиво Наслаждаемся Этой Красотой Красота Есть И На Моем Канале Заходим Подписываемся И Смотрим Селин Когда Появился Новый Дизайнер В этом Бренде Сумки Олд Селин От Предыдущего Было Не Купить Все Их Хотели Рынок Зашевелился Все Перепродавали Сейчас На Мой Взгляд В Этом Бренде Тишина Хотя Ценители Любят Этот Бренд Мне Нравятся Текстильные Шоперы Они Стильные На Мой Взгляд Новый Значок И Эта Буква Ну Выглядит Слишком Лаконично Должно Цеплять А Это Обновленная Версия Культовой Модели Мне Понравилось Очень Классно Смотрится Кстати Особенно В сером Цвете Кожа Приятная Самое Классное Что Мне Понравилось Селин Это Их Очки Эти Эти Конечно Мне Не Подошли Ну Не Мое Просто Вторая Форма Мега Модная Мега Стильная Сейчас Тоже Не Мое А Вот Эти Это Просто Шик И Роскошь Потрясающая Форма Одежда Красивая Но Она Подойдет Только Определенному Типу Людей Не Для Всех Эти Модные Стильные И Актуальные В этом Сезоне А Эти Более Универсальные Я Бо Выбрала Их Делимся Видео С Друзьями И Конечно Подписываемся Том Форд Он Гений Обожаю Его Хотя Новые Модели Не Менее Близки Но Они Все Равно Красивые Все Что Он Делает Это Потрясающе Все Что Он Делал Для Других Брендов Тоже Потрясающе Рекламные Компании Сейчас Он Создает Свои Фильмы Этот Браслет Меня Покорил Все Мужское Костюмы Одежда Напоминает Те Старые Прекрасные Фильмы С Молодым Ричардом Гиром К примеру А Женская Коллекция У него Всегда Мегасексуальна И мы Продолжаем А вы Не забывайте Нажимать на Колокольчик Чтобы не пропустить Новые Видео Пик Популярности Этого Бренда Мне кажется Уже Прошел Хотя Футболки И Простая Понятная Одежда Из Базового Мне кажется Будет Всегда Актуальной И Она Комфортная Комфортная смотреть. И как же без Филиппа Плейна? Про него у меня тоже есть видео, как и про другие бренды в принципе. Обязательно заходите и смотрите. После этой поездки я склоняюсь вот именно к такой модели. Изи подобные. Она просто мега удобная. Ботега. Конкретно эта модель имиджевая. Я бы ее скорее носила как клатч в руке, так как в нее мало что поместится. Это я про функционал конечно. А вот такое я вообще в принципе не понимаю. Ну это ну очень лаконично. А это кстати мужская. Вот она мне показалась даже более интересной, стильной. Очки неплохие, но все равно не моя форма. А это обувь для стрит-стайлеров или для очень странных людей. На мой взгляд это уродство. Да, одежда этого бренда в основном для представителей нашей эстрады. Но бижутерии, сумки, аксессуары у них очень красивые. Конечно не для всех, но мне по душе. Очень я люблю медузу и зернистую кожу на своей сумке. А бейсболку зря не купила. Очень стильная, актуальная сейчас. Просто не ношу головные уборы. Но это была свободная, не давила. Сумки на пояс сейчас не актуальны. Но мне она очень нужна. Мне нужны свободные руки, потому что я все время снимаю. Это, к сожалению, слишком большая для меня, но красивая. Классные очки, но я поняла, что мне идут четкой формы, вот как Селин. Сверху прямая линия, снизу прямая линия, не закругленные. Новое лого мне напоминает Валентина. Для меня Версачи это все же медуза. Если в вашем образе есть что-то от Версачи, то остальные вещи должны быть более спокойными. Как я называю, мини-версия сумки всегда смотрится очень стильно. Классная обувь на каждый день, белый, как я люблю. А эти благородного цвета, европейские, совсем не скажешь, что Версачи. А эти верх сексуальности. Тоскана, Аутлетвэмол, Италия. Что может быть лучше? А вот Роберто Кавалли стал каким-то неузнаваемым. Я бы никогда не сказала, что это он. Ну не знаю, вроде правильная форма, вроде красивая сумка, но что-то не так. Это первая линейка Роберто Кавалли, поэтому цена высокая. А вот рюкзак стоил меньше 100 евро, но цвет немой. А вот эти мне показались посимпатичней, но все равно другого я ждала от Роберто Кавалли. А вот базовый кардиган спортивный и жакет классический были более привлекательными. Я бы такое носила. Карт-холдеры слева в анималистичном принте очень даже миленькие. Классный спортивный кардиган, такой женственный за счет вот этого плетения сбоку. И женственная блуза на вечер. В Кавалли нашелся, на удивление, классический красивый шарф. Если вы едете на автобусе, обязательно посмотрите расписание на сайте. Их стало значительно меньше. Отличная сумочка McQueen, хоть с черепушкой, но она настолько маленькая и незаметная. Прекрасный широкий ремешок, отделение на молнии, отделение открытое, чтобы быстро положить телефон. Мне кажется, она классная на каждый день. Но мне хотелось что-то побольше. Вот это красивое. Красиво прошито, красивый замочек. Просто форма не моя. Ну, безумно функциональная. Честно советую. Такая мимимишечная джинсовая куртка в сочетании с черным. Оставляйте свои комментарии, чтобы я понимала, что бы вы хотели увидеть в следующих сериях. Сумки, аксессуары, одежду. Что больше вам показывать. А этот бренд меня приятно удивил. Посмотрите, какой красивый значок. Какая прикольная сумка в большом и маленьком размере. Классный, кстати, в том числе цвет, помимо черного. А этот для деловых дам. Про вас я тоже не забыла. Тут обмотано некрасиво, но твиль можно завязать и красиво. Это сделает из деловой сумки повседневную. А в Армане я нашла красивая обувь и безумный рюкзак. Очень смешной. Я, кстати, так и не поняла, куда ведет этот лифт. Парковка наземная. А вообще, просто присаживайтесь и наслаждайтесь природой. Вообще, я не люблю такие сумки в виде мешочка. Но это в зернистой коже и с карманчиком. Меня привлекла. Обычно я забываю, но в этот раз я все же заходила в мужское. Там тоже можно найти для себя интересненькое. Монклер хотела посмотреть пуховики, но ничего такого особенного не было. Все базовое, классическое. Кстати, классные резиновые сапоги. И эти тоже пригодятся всегда в жизни. Отличная белая текстильная обувь. А это, видимо, для влюбленных. Это новое место отправления из аутлета. Увидите магазин Биллионара. И вот рядом с ним, вот здесь, стоит автобус. Не туда, куда вы приехали. Желаю вам отличного шопинга. До новых встреч на моем канале. Будет очень много интересных, красивейших серий про Италию. Обязательно смотрите. А напоследок я покажу вам кое-что еще полезное. Новое место отправления из Флоренции. Заходите в автовокзал, проходите насквозь, выходите, поворачиваете налево. И вот автобус, вот он, выход. То есть, с противоположной стороны автовокзала. Продолжение следует...